Всех приветствую! Сегодня мы опять приехали на эту дьявольскую стену, я уже говорил что сюда приеду, сегодня правда не с Михаилом, сегодня с Ильей, еще чуть-чуть попозже его увидите, хотим посмотреть может быть найдем где-нибудь остатки оплавления более явно выраженного, такого чтобы было как бы выглядело потеки, я не уверен конечно что мы это найдем, потому что в тот раз мы не увидели, правда быстро бегали, но еще раз посмотрим, надеюсь будет это интересно. И так я уже показывал, дело в том что этот камень как бы был когда-то песчаником и где-то я покажу местами что действительно это песчаник, местами вот Илья кстати он работал с камнем, он нам тут может быть что-то интересное скажет, сейчас он подойдет, он говорит ну это просто песчаник, но он еще его не потрогал, сейчас он посмотрит, сейчас он посмотрит, он до сих пор говорит что это песчаник, на постучи, Илья помаши всем рукой, поприветствуй всех, на постучи и посмотри, скажи что тут с камнем не так, с этим песчаником все случилось, ага, что-то уже он не похож на песчаник, да, был когда-то, ну вот сейчас мы пойдем дальше, немножко походим, посмотрим, может быть что-то найдем все-таки, ну вот эта сторона, вот именно эта сторона вся полностью, мы с Михаилом в прошлый раз туда далеко я уходил, она вся вот такая, это северная сторона, сейчас мы пойдем по южной стороне, по этой стороне вообще нельзя ходить по идее, ну как бы, ну там местами вы видите камни как висят, сейчас я приближу немного, они довольно опасно висят, если там камень упадет где-нибудь на голову, то сами понимаете, это все, ты уже не жилец, ну вот если отсюда смотреть, то есть вот от этого основания, то до верха примерно где-то 5-6 этажей, да, вот эта вот стена, а следующая у нас еще выше, и как я в прошлый раз говорил, что мы не знаем какой она была высоты изначально, насколько она разрушена, потом мы говорили с Михаилом в прошлый раз, вот именно на этой стене структура интересная, она вся идет такими ромбами, да, углами вот такими, вот так вот, ну здесь если допустим еще это не четко просматривается, хотя местами он как бы видно, то дальше мы местами где-то увидим, пойдем дальше, посмотрим, вот тут мы видим два в одном, дальше я покажу вот это вот уже твердый, что-то на грани, ну примерно как гранит, да, по твердости, вот один камень идет, а тут уже песчаник, нормальный, смотри, да, смотри, вот это, как вода, это кристаллизация, да, понятно, но это кристаллизация, я согласен, а за счет чего тут оно произошло частично, вот это вопрос меня интересует, ну вот, вот если смотреть отсюда, вот как где скол этого камня, вот допустим, видно вот здесь хорошо, такое ощущение, что вот с той стороны северной было воздействие, вот оно до каких-то пор дошло, а потом прекратилось и остался песчаник обычный, то есть здесь мы ничего не можем сделать, это что-то с чем-то, твердость, а тут нормальный вот песчаник дальше пошел, сейчас мы, я еще покажу где три камня в одном, но пока мы о плавлении таких явно выраженных, вот как раз и не видим, возможно температура до определенной температуры была, а не дошла до, когда начинаются потеки, может быть, а может вообще какое-то другое воздействие было, о котором мы понятия не имеем, вот тут видно, вот разрушения были, вот этой стены разрушения, вот смотри, тут вообще вон до самого низа нету, потом резко вверх идет, тут огромная скала, вот тут куска просто нету и возможно, вот эти камни их причем тут нету, их возможно растащили по своим нуждам, да, там интересно, как они тут висят, и она если, вот я там с этих, с дронов снимали там, она немного под уклоном, но тут в принципе с той стороны и так видно, да, мы, да, 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 мы потом с торца еще снимем разок, где вот я начинал, там видно в принципе, если с торца встать, вот опять же мы находимся с южной стороны, и вот тут в принципе то же самое вот как бы содержание там железо или чего-чего-то тут ничего не произошло тут он остался песчаником нормальным вот он песчаник весь как бы он царапается песок с него сыпется если мы возьмем этот это все уже вот тут кто-то стучал молотком по ходу ножом просто нереально что-то отбить именно да именно с этой стороны южная сторона ну вот я сбоку стою сейчас покажу сюда а потом покажу туда на какой мы высоте уже вон там люди ходят в целом если взять вот оттуда дороги тут не знаю тут многоэтажка там десять этажей а может быть это частями и еще выше но высоко ну вот я показывал тут видно что такими как бы ромбиками да вся она вот сейчас сильно близко сделал чуть-чуть удалю так было четко это видно самое интересное вот я показывал уже три бланкенбург там еще две части мы с михаилом показывали вот напоминающую камни напоминающую костную структуру тут мы такого тоже не наблюдаем но по крайней мере пока мы такого не нашли где-то конечно они уже он совсем поразрушились повыпадали камни огромные сейчас мы пойдем еще вот найдем хочу илье показать где в одном камне 3 вот этих твердости и вот уже буквально остекленение но в принципе в том месте и надо искать более серьезные может оплавление там где-то тут как-то все поменьше вот у меня есть там ролик михаилом которые мы снимали последние эту стену вот этого не было то есть тут вот эти глыбы пару штук и вот эти нижние отвалились они связачок то есть они скатились если там допустим идешь ближка и в этот момент они скатятся но это все уже и сейчас покажу другую сторону тут дело в том что как бы они сюда не укатываются но видать когда-то все же они указывались и где-то местами выглядывают вот такие глыбы ну конечно на видео он выглядит маленький камень на самом деле это всего лишь краешек выглядывает самом деле он я так подозреваю там тоже огромный а вот эти похоже пару обвалились после нашего путешествия с михаилом позже потому что я не помню этого не было этого ну обратил бы внимание точно прям они вот скатились четко так панс панс два штуки опасно близко ходить опасно отсюда смотрится илья увидел морду носорога сейчас приближу в центре кадра кто-то напоминает в общем понятно одно что непонятно какое было воздействие это точно совершенно непонятно это мы знаем температуру а может быть до нас какие-то технологии были которые нам совсем неизвестны где же это было вот это вот тут камень был точно вот а вот он один да но тут тоже хорошо четко просматривается вот песчаник на нем вот надписи тут уже ничего ну вот что-то пытались царапать чем-то с трудом процарапали там вот где коричневая там еще тверже ну и сейчас я покажу осколок такой напоминающий уже практически стекло ну вот мы смотрим та сторона вот северная вот это южная вот там все вся весь камень из царапаны это южная сторона потом идет дальше чуть-чуть тут уже вот она практически тепло вот до такой степени но это реально стекло просто может и этот же камень идет дальше 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 уже твердость вот пошла что-то напоминает там гранит серый да и этот же камень переходит и вот он уже песчаник я его свободно откалываю царапаю и это все один камень ну если произошла такая кристаллизация то как она произошла ну ну вот про миллиарды байки я не честно говоря не верю вот тут тоже похоже так что-то тоже очень гладко тут даже вот что-то умудрились чем-то не знаю наверно что-то очень твердое с собой убрали может какой-то победит или чем чем смогли тут не царапать но чем-то обычным металлом вот на лезвие как бы она тоже довольно твердый металл но им тут вообще не сравнивают и чем-то царапали более серьезно вот свалиться с камушком неохота ну так руку вытяну я там ничего не вижу сейчас что я показываю честно говоря надо как-то туда повернуть на ту сторону да я не рискую я туда не лезу да блин стабилизатор не управляем и не хочет поворачиваться зараз сейчас так поверну потом наклоню что-то там все равно я снял знаю правда что так ну самый прикол ничего подобного чтобы в виде потеков нету что за воздействие было у кого есть идея пишите или все-таки миллионы сотни миллионов лет он так лежал и вот такое превратился ну и каким-то чудом таким вот ну стеной он вроде как бы тоже чудом он ну тектоническая плита вот такая малюсенькая вылезла посреди германии где-то так этот булыжник отвалился оттуда то понимаю часть у него осталось южная песчаник это где-то середина там тоже чуть-чуть песчаника есть но в общем все что хочу сказать вот этот камень визуально я его часто встречал и по моему везде но я бы никогда в жизни не сказал что это был песчаник понимаете в чем весь прикол и я думаю но я не геолог я не знаю его название но вот у этого камня если вот так его взять у него по-любому есть какое-то название я больше чем уверен потому что такого камня я много видел или вот это и вот это наверно южная сторона была или та сторона теперь не поймешь валился да но вообще оплавление если по идее искать надо с той стороны с той стороны высоко и там вообще никак не берешься близко там местами просто на камни смотришь и страшно я ходил туда где-то до середины доходил там там так камни свисают что на них смотришь и понимаешь если он в этот момент отвалится все тебя нету они огромные все равно походим поищем сейчас немножко что-нибудь может быть еще что-то увидим так сюда мы не доходили с михаилом прошлый раз сейчас мы селью сюда зашли он туда наверх заберемся но тут оттвердение понятно вот это очень-очень твердая нифига себе я не зовет не немножко скользит в общем-то тут мы уже практически на самом краю да мы тот раз были с этой стороны заходили тут вообще вот уже просто такое холм да выглядит очень высокий как как насыпь ну да мы ходили там один камень торчал он тоже не выглядел как песчаник совершенно ну тут еще вот я спуститься нет сейчас посмотрим насколько туда опасно заходить во-первых ну тут все вот он последний он где камушки выглядывают ходу они последние вот тут можем спуститься и пройти обратно на давай наверно так и сделаем ну тут как бы яму прям я правда не знаю это яму потом выкопали или была она изначально беру за не поймешь тут вот откололся чистый песчаник видишь он прям чистый песчаник отколот его с расстояния хорошо видно да полосатенько то это понятно что он полосатенький но тут яма как было выкопа ты или как может кто-то специально копал посмотреть может может хотели посмотреть глубину этой стены когда-то чего может быть но это было бы конечно вообще круто да это было бы вообще круто конечно если бы взяли и откопали где-то ну реально вот ну не знаю побольше нам было тоже интересно у нас кстати нашли там какие-то остатки захоронения что-то возле города там где логистик центр собираем начали строить не там археологи ковырялись я видел ну газете вова говорит на нашли что-то ритуальное что-то захоронение каких-то костей чего-то там еще животных что ли в общем хотела туда еще как-то проскочить но погода так и не было но последний раз мимо ехал вижу там уже ничего не изучают похоже все что интересно было нашли все идем обратно и будем смотреть еще раз внимательно так мы идем потихоньку уже обратно уже не стали под стеной идти так скажем не стали рисковать потому что он такие глыбы валяются упадет мало не покажется а вот отсюда хорошо видно высоту какой были эти стены высоты мы не знаем опять же сколько у нас под ногами что тут по отваливалась когда и куда расточили мы тоже не знаем и там у нас продолжение стены потом еще продолжение а потом дальше я вот последний ролик показывал это бланкенбург там принципе даже можно и пешком дайте тут километров я не знаю больше десяти может быть где-то 14-15 километров принципе можно это пешком преодолеть но не в такую конечно погоду сегодня если у меня весна что-то нас никак не дойдет то вроде потеплеет потом снова похолодает ну вот мы почти дошли и подтеков именно чтоб хоть маленький подтек увидеть мы такого не увидели в этом я хотел еще раз убедиться сейчас мы посмотрим еще с той стороны чуть-чуть так вот мы дошли снова сюда откуда и начали вот ее угол так наклона скажем отсюда хорошо видно но правда вот допустим самая высокая вот эта глыба она свисает тут я не знаю сколько метров ну довольно много метров вот этот кусочек который на видео выглядит как кусочек на самом деле там метры четыре пять шесть метров понятия не имею сколько но огромное и вот под таким уклоном она стоит в общем она и туда может свалиться и сюда может свалиться и когда свалится неизвестно но явно когда-нибудь свалится и мы еще как бы на хребте стоим и вот вот это все продолжается туда вот если мы туда двинемся мы доберемся до Бланкенбурга если где последний раз было а если мы пойдем в другую сторону то мы наткнемся на те которые я гораздо раньше показывал с Михаилом там за Балленштеттом под Балленштеттом есть такие еще остатки где мне писали что напоминает костную структуру камень ну вот все наверное на сегодня туда мы сегодня уже не пойдем мы там как бы были с Михаилом мы просто сегодня хотели поискать все еще раз может быть какой-то потек найдем ну чтобы понять все таки вдруг эта температура где-то выше была чуть-чуть и где-то возможно был подтек все таки нет не нашли мы ничего подобного походили поискали порассуждали на разные темы интересные и нифига короче не нашли и теперь идем наобратно деревня наверное мы ничего снимать не будем по дороге я ничего интересного не видел на этом пожалуй все всем удачи счастья здоровья пока и и я и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...